Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ага, встречаюсь с парнем, был дорогой, или бывали ссоры, но всегда мирились. В последнее время мне приходится выпрашивать, чтобы он поговорил со мной о проблемах. Говорит, я уже наговорился. Три дня назад общались по переписке, диалог был в принципе без обидения, не говорил ничего обидного, неприятного. В какой-то момент он сказал, что я его не понимаю. Я пытался выяснить, почему он так решил, но он сказал забить. На следующий день общались, но он иногда холодно отвечал. Через вчера я проспала почти весь день и вечер, он тоже за целый день не переписывались. Я написала, чтобы знать, как у него дела, на что получил ответ, а где же остальные твои вопросы, как начистое, как день прошел. Я спросил, почему он так отвечает, и что мы можем обсудить, если я его чем-то заделал. И не получил от меня ответ, и я уже наговорился. В процессе приписки поняла, что он злится, но не понимая на что, и он не говорит. Не знаю, как быть, не хочу, как обычно, начинать истерику, плакать и просить поговорить со мной об этом. Врач запретил мне нервничать, но я переживаю давить то, что я не понимал, что сделал они так. Для меня важны эти отношения, и в силу характера не могу долго находиться с ним в ссоре. Как быть в такой ситуации, чувствую себя подавленным. В первую очередь, здесь важно увидеть следующее. В отношениях есть проблема. Но давайте честно ответим на себе на следующий вопрос. Я хочу решить свои проблемы, или хочу решить проблемы молодого человека. Это очень важно для понимания того, как вам дальше двигаться и куда. Мне показалось, что вы хотите решить свои проблемы. Проблему своей подавленности, проблему неопределенности, чувства вины и страха. Так вот. Данные проблемы не имеют отношения к молодому человеку, скажем так. Они больше имеют отношения к тому, как вы воспринимаете себя. Они больше имеют отношения к тому, как вы к себе относитесь и в какой на данный момент личностной парадигме вы находитесь. Не имеют отношения к молодому человеку, да. Вот, собственно говоря... Ну, ваше состояние... Ваше состояние... Вот... Понимаете, понимаете, да? О чем идет речь? Конечно, конечно же, вы можете, в принципе, считать по-другому. Вот... Дальше... Следующий важный момент. Вы выбрасываете его... С вами... С вами поговорить. «С 후у». И здесь вы находитесь... Как бы... В... Позиции... Эээ... Ниже... Него. Вот. Вот, то есть вы находитесь по большому счёту в зависимости от него, вот. Важно только постараться понять и увидеть, как эта зависимость формируется, вот. Вы говорите, что отношения для вас важны, и это хорошо. Но отношения не должны делать вас зависимыми. Вот. А они делают. И это очень важно в данном случае. То есть, молодого человека мотивирует действовать так, как он действует по отношению к вам. Собственно, то, что вы то себя обесцениваете, то ставите себя ниже, то, наоборот, пытаетесь что-то для себя понять, да. Не особо будучи чуткой к тому, что происходит с молодым человеком. Вот вы пишите, бывали ссоры, но всегда мирились. Ссоры из-за чего? Ведь у ссор есть причины. Если мирились, то как? Как конкретно вы мирились? В последнее время мне приходится выпрашивать, чтобы поговорить со мной о проблемах. О чьих проблемах? Для чего выпрашивать? В последнее время это какое? Что изменилось? Я уже наговорился. Это означает, что разговоры, по мнению молодого человека, пользы никакого не принесли. Или ему с вами выгоднее не разговаривать, чем разговаривать. Дальше. Значит, вы пишите три дня, общались. По переписке диалог был в принципе безобиден и говорил ничего обидного, неприятного. Это вы ничего не говорили обидного, неприятного для себя. Возможно. В какой-то момент он сказал, что я его не понимал, что означает, что вы говорите на разных языках. Я пытался выяснить, почему он так решил. Вот именно. Вы хотите объяснений? А здесь вопрос в том, что человек чувствует. Объяснения не всегда подходят под то, что мы чувствуем. То есть здесь вы боретесь со своей тревожностью. Вместо того, чтобы откликнуться на чувства человека и обменяться ими, вы пытаетесь их рационализировать. Естественно, как бы с его стороны идет защита. На самом деле все не общались, он холодно отвечал. И как вы на это отреагировали? Вчера я приспала почти весь день и вечер, он тоже за целый день не переписывались. Я написал, чтобы знать, как у него дела. Уверены ли вы, что сообщение, как у тебя дела, действительно нацелено на то, чтобы узнать, как дела у человека, а не на что-то другое? Дальше. Где остальные вопросы, как самочувствую, как день прошел? То есть чувствуется, что у молодого человека есть какие-то обиды, какие-то вот, ну... Есть еще какой-то контекст. Я спросил, почему он так отвечает, что мы можем обсудить, если я его задел. Снова требование объяснения. Вот. И дальше ты не получишь от меня ответа, я уже наговорился. Действительно, это очень похоже на манипуляцию, но... Манипуляция появляется не просто так. Манипуляция появляется, когда человеку выгоднее ее использовать. Выгоднее использовать, чем не использовать. Вот нужно понять, почему манипулировать вами выгоднее, чем не манипулировать. В процессе переписки я поняла, что он злится. Как? Как поняли, что он злится? Я не понимаю, на что он не говорит. А что изменит, если вы поймете? Вы будете с этим согласны, либо нет? Я думаю, что дабы не допускать возникновения таких ситуаций, самое лучшее, это больше добирать себя, а не интеллект своим чувствам. Учиться замечать и выражать свои чувства. Дальше. Не знаю, как быть. Как быть, чтобы что? Не хочу, как обычно, начинать истерику, плакать и просто говорить со мной об этом. Это манипуляция уже с вашей стороны. Вполне вероятно, что вы и научили молодого человека манипулировать. Дальше. Врач запретил мне нервничать. А по какой причине? То есть это ваш запрет на переживание связано как-то со здоровьем ментальным? Я переживаю, да, ведь тот, что я не понимаю, что сделал не так. Почему вы считаете, что вы что-то сделали не так? То есть вы думаете, что человек может злиться, только если другой сделал что-то не так? Это неверно. Люди могут злиться, когда мы делаем все так. Для меня важнее эти отношения, чем я в силу характера не могу долго находиться с ним в ссоре. Мне кажется, сделал не в характере, а в страхе. Вы боитесь? Как быть в этой ситуации? Что бы что? Как быть что бы что? Чувствовать себя побавлено. Вообще, конечно, я бы рекомендовал пойти на психотерапию, вот, и разобраться в себе последовательно. Потому что вряд ли не разобраться в себе вы сможете устраивать отношения конструктивно. Вот. Хотя бы отделить себя от него, хотя бы отделить свои проблемы от его проблем, да, хотя бы отделить, отделить немножко. Вот. Это уже было бы неплохо. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.